В Гефсимании В Гефсимании Представляете, что Бог пережил? Вот, я думаю, для того, чтобы любить Бога, надо не забывать, что Он ради тебя пережил и что тебе прощено. И тогда вот эти два берега, да, они просто будут наполнены Божьей любовью. Они не дадут просто этой реке, просто растечься и чтобы ее не было. Так вот, основа того, что я хочу сегодня сказать, что Бога можно и нужно переживать. Так, можно и нужно, но так как у нас есть дух, душа и тело, то, соответственно, и чувства у нас есть, духовные чувства, душевные и физические. Физические мы все хорошо знаем. Покушал хорошо, не поел, тебе плоть сразу рассказывает, чего тебе надо покушать. И даже блюдо тебя называет. Тут понятно, да, погладили тебе хорошо, ударили тебе плохо, правильно? Душевные, тут немножко сложнее, ну тоже ничего. Вот человек там сидит и говорит, Валер, что ты этот жилет напялил на себя вообще? Он никуда не... Думаю, ну ты смотри, какой нехороший человек, редиска, не буду с ним общаться. Душевные чувства мои, они мне так говорят. Все, надо его десятой дорогой обходить. Он вкуса не имеет, потому что. Или друг, или Валер, ты сегодня такой жилетик одел, все, ну вот в елочку, короче. Ты попал, короче. Все, гитара, жилетик, все нормально. Думаю, ну человек, какой приятный человек. Душа моя так раз, раскрылась к нему. Все, я уже хочу с ним общаться, дружить хочу уже с ним. Это душевное. Вот, но я, кстати, мы все знаем фразу из Библии, да? Душевное, земное, бесовское, да? Земное, душевное, бесовское. Но я хочу вам сказать, что есть разница между душами грешников и душами спасенных людей. Понимаете? Поэтому свою душу, которая во Христе уже, не надо уничижать. Но все равно, конечно, естественно, душа должна быть вводима духом. Но есть пища для души, которую Бог дает. А пища для души какая? Выйди, посмотри на небо. В любую погоду. Оно всегда что-то несет в себе. Осень, да? Такая пора чудесная. Сходите, сделайте культ поход в ботанический сад. Там для души столько. Ты просто увидишь краски, ты просто поймешь, что лучше художника, чем он, не бывает. Просто быть не может. Таких красок никто, ни один художник придумать не может. Или небо звездное ночью посмотреть, да? Или на море. Смотрел ты на море? На море, ну, кто-то сказал, что есть три вещи, на которые можно смотреть всю жизнь. Огонь, вода и как кто-то работает. Ну, это шутка, конечно. Кстати, пошутить и посмеяться не со злобой, не для того, чтобы унизить кого-то, а просто для того, чтобы радость свою выразить. Это тоже, это душевное, но это надо. Понимаете? Потому что Писание говорит, будем прославлять Бога и в телах, и в душах наших, которая суть Божьей. В телах и в душах наших, которая суть. То есть мы уже не свои, это уже Его тело. И Его душа. Если мы, конечно, Духа не угощаем. Потому что душа, она интересным образом расположена. Ну, пока я скажу еще о самых главных чувствах для христианина, для верующего, да вообще для человека. Это духовные чувства. Женщины лучше эту ситуацию понимают, потому что они знают с детства, что такое интуиция, да? Мужчины редко живут интуицией. Разве что блатные. Чуйка у них есть. Чуйка не сказала, не подсказала, все. Или наоборот, сказала, все. Надо идти, надо делать. Или не ходи туда. Это действительно, это тот внутренний голос, на котором кто-то смеется, кто-то анекдоты сочиняет. На самом деле, в Библии написано, светильник Господень есть дух человеческий. Еще раз говорю. Светильник Господень есть дух человеческий. Это в притчах написано. Найдете сами. Я специально сейчас не повыписывал, потому что сейчас бы мы листали, и большую часть времени мы потратили бы на то, чтобы искать разные местописания. Я хочу сказать самое главное. Я хочу, чтобы вы это услышали и приняли это. И чтобы это стало вашим, так же, как это стало моим в свое время. Что Бог на самом деле личность, с которой очень легко и просто можно общаться. Что ничего сложного в общении с Богом нет. Мы сами усложняем себе приход к Нему. Он никогда. Ну ты сам подумай, какой бы отец усложнил бы приход ребенка к нему. Поставил бы там преграды, ров выкопал бы там, да, с водой там, с крокодилами. И потом смотрел, сынок, ну как ты, преодолеешь? Я бы к такому папе, наверное, не пошел бы. Я бы там лучше с крокодилами подружился бы. Прикормил бы кого-нибудь. Духовное чувство. Есть они, да? Когда твой дух возрождается от Духа Божьего. То есть многие считают, что до покаяния у него Духа не было. Да был у тебя Дух. Он просто был невозрожденный. Понимаете? Но когда Дух Святой касается нашего Духа, возрождение происходит. Когда на Иисуса после водного крещения сошел Дух Божий. Я, кстати, в момент водного крещения, у меня именно это произошло. Я вышел, я светился. Вот сейчас вот эти лампы, мне казалось, что они у меня внутри зажглись. И у меня улыбка была такая, я не мог ее спрятать. Я улыбался, как, не скажу это слово, в общем, как ненормальный, да. Я такой был. И я думал, что я всегда теперь буду пожизненно улыбаться. И ко мне подходили люди, говорят, Валера, ты светишься. Вот это Божье присутствие, вот это Божья слава. Мы иногда читаем в Библии, да, прославляющих меня, он говорит, я прославлю. И мы иногда думаем, что, ну, наверное, я напишу книжку и там, вот. Или я напишу там 10 кассет, и они там будут, да. Нет. На самом деле речь идет о том, что сама Божья сущность опустится на тебя. Потому что Дух дышит, где хочет. Но Он хочет дышать обычно там, где Его прославляют. Вот сейчас мы об этом поговорим. Итак, для того, чтобы вы запомнили то, что о чувственных отношениях, у кого есть чего записать, есть на чем записать, то в Деяниях апостолов, в 17 главе, там говорится о том, чтобы мы искали Бога. Написано, дабы искали Бога, не ощутят ли, не найдут, хотя он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им существуем, движемся и живем. Им. Ты живешь им, не своими силами. Горе тебе, если ты живешь своими силами. Тебе сразу станет плохо. Тебе депрессия придет. Ты можешь даже делать правильное дело, как ты считаешь. Думаешь, ну я же вроде служу, я же вроде делаю правильное дело. Но если своими силами ты попал. Ты мимо. Его силами. Он. Он говорит, славой своей. Я, кстати, да, все, что свободные места, вы, пожалуйста, пересаживайте, чтобы если кто-то будет еще подходить, чтобы там были места, а то получается опоздавшие на первый ряд. Ну, правильно, первыми, последними будут, да? Последними, первыми. Все, все, как бы, происходит. Писание исполняется в точности. И от этого, кстати, никуда не уйдешь. Так вот, ну я смотрю, что записывают, конечно, все поголовно. Вот. Ну, возможно, это и, как сказать, то есть для меня это не удивительно, потому что я могу признаться честно, даже перед камерой, что я в первые годы христианства, я исписал два таких Талмуда, которые потом не открывал. Но не потому, что не надо было писать. Вот, я думаю, что писал, потому что надо было. Я, знаешь, когда ты записываешь, ну, точнее, мысли формулируешь. Ну, видимо, сам процесс написания что-то мне давал. Вот. Но, что мне больше всего дало, это мои личные переживания с Богом. И не просто дало, а и сейчас дают. Спасибо. 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 Спасибо.